Технология работы очень похожа на работу со слэмом. Нам необходимо стараться максимально прямолинейно двигаться, не создавая поперечного качения, двигаясь ровно, повороты делая плавные. А в остальном все просто. Итак, мы пришли на объект съемки. И это парковая территория, находящаяся вокруг нас. Сейчас мы будем запускать мобильный лазерный сканер Alpha Uni 10, находящийся на рюкзаке. Собственно, мы снимаем рюкзак и включаем питание. Питание у него состоит из двух аккумуляторов DJI, которые включаются нажатием короткое и длинное. После этого мы устанавливаем рюкзак на ровную поверхность для того, чтобы выполнить ту же самую статическую инициализацию, знакомую нам по всем другим мобильным сканерам. Установили рюкзак на ровную поверхность. Его рама спроектирована таким образом, что если нет ветра, мы совершенно спокойно можем поставить его на что-то ровное и нет необходимости его поддерживать. Включаем сканер. Слышен знакомый нам звук. Понимаем, что сканер включен. Запускаем приложение. Ищем доступное устройство рядом. Видим сканер Alpha Uni 10. И подключаемся к нему. Все, мы к нему подключились. Видим всю информацию. Там, что есть спутники. Дата сегодняшняя. Доступная память. Нажимаем начать. Тем самым создавая новый проект. Запись статики пошла. Статическая инициализация запущена. Ждем 3 минуты. После этого запускаем измерение. Запустив измерение, мы слышим щелчки работы затвора фотокамеры. Мы видим уменьшающуюся память в сканере. Значит, все в порядке. Все сенсоры работают. Можем надевать рюкзак и приступать к работе. Технология работы очень похожа на работу со слэмом. Нам необходимо стараться максимально прямолинейно двигаться, не создавая поперечного качения, двигаясь ровно, повороты делая плавные. А в остальном все просто. Как геодезической базой для мобильного сканирования, конечно же, мы рекомендуем использовать топовые приемники Prince-E. Они также являются трехсистемными, как и любые сканеры. И работают по всем частотам. По окончании работы мы выполняем кинематическую инициализацию. Входим дугами, либо же восьмерками. После чего можем перейти уже непосредственно к статической инициализации, остановив проект. Мы аккуратно снимаем сканер, устанавливаем его, не обязательно в то же самое место, главное просто, чтобы было ровно. И с помощью софта снова подключаемся к сканеру. У нас обновилось время работы. Мы завершаем измерение. Программа блокирует любые нажатия кнопок «Завершите стоп». Для того, чтобы завершить измерение, сначала нажимаем замочек, потом нажимаем клавишу «Стоп», тем самым устанавливая измерение. Камера перестает щелкать, и, соответственно, мы понимаем, что измерения остановлены, памяти в лидаре не уменьшается, запущена статика. Следим за временем. Как только будут завершены статические измерения, накоплена информация со спутников, мы завершим проект и завершим наши полевые работы.